Самая скользкая церемония посвящения в морские волки прошла в военно-морской академии США. По давней традиции первокурсники могут называть себя гардемаринами только после того, как нацепят фуражку на памятник, расположенный на территории училища. Начальство в свою очередь ведет борьбу с этим хулиганским ритуалом, осложняя курсантам задачу. Шестиметровый гранитный обелиск обильно смазывают маргарином, но это не помогает. Успех лишь дело времени. В прошлые времена организованный подъем на шпиль мог занимать до 4 часов. В этом же году посвящение в гардемарины завершил относительно быстро. Куражка оказалась на своем месте через 1 час и 5 минут. Видимо, маргарина была все же маловато. Простым маргарином нельзя взять гардемарина. А что будет, если вывезти на скользкую дорогу очередной кроссовер из Швеции? Наш автоэксперт Иван Зинкевич оценил комфорт, технологичность и безопасность этой автоновинки. Героем сегодняшнего теста стал Volvo XC60. Один из самых современных среднеразмерных кроссоверов премиум класса. Шестидесятка привлекает внимание ярким и небанальным экстерьером. Одна только светотехника чего стоит. Фирменные головные фары, выполненные в форме так называемого молота Тора. Смотрятся очень стильно и даже касаются радиаторной решетки. А как эффектно выглядят размашистые задние фонари? Цена тестового автомобиля 3 миллиона 765 тысяч рублей. Дороговато, но у конкурентов та же история. Это Audi Q3 BMW X3 Mercedes-Benz GLC. Салон выдержан в привычном вольвовском стиле. Его выдает ориентированная на водителя центральная консоль и вертикальный экран информационно-развлекательной системы. Еще одна примечательная деталь – вращающаяся ручка стартера. Повернул по часовой. И мотор заработал. Шведы в числе первых перешли на цифровые панели приборов. Качество картинки достойное. И в остальном к интерьеру претензий нет. Задним пассажирам тоже грех жаловаться. По простору на втором ряду с Вольво мало кто из одноклассников может тягаться на равных. Мне особенно интересны автомобили с дизельными двигателями. Поэтому на тест я взял именно такую версию. Мотор турбированный, четырехцилиндровый, двухлитровый, отдачей 190 лошадиных сил. Это благодаря двум последовательно расположенным турбокомпрессорам. Так что тяги хватает всегда и везде. До сотни ускоряется за 8,4 секунды. Максимальная скорость – 205 км в час. Расход топлива не больше 10 литров на 100 км. Бренд Вольво сделал себе имя на высоком уровне безопасности. И в этом плане у XC60 всё тоже в полном порядке. Система City Safety, которая входит в базовое оснащение, способна затормозить автомобиль перед возникшим препятствием на скорости до 60 км в час. При этом ремни безопасности автоматически подтянутся. В целом 60-й балует водитель управляемостью. Руль подкупает отличной обратной связью о поведении в поворотах с стабильностью и предсказуемостью. Возможности заблокировать межосевую муфту на бездорожье нет. Но 21 см клиренса позволяет не очень-то осторожничать вне асфальта. Для городского кроссовера уровень проходимости вполне достаточный. XC60 показал себя прогрессивным автомобилем с высоким уровнем инженерной проработки. А дизель дал ему дополнительные преимущества. Такое мне по вкусу.